В Рязанской области выделяют землю многодетным семьям с 1 января 2012 года. За это время была проделана огромная работа по расселению семей. В этом году рязанские власти выделили 28 участков в районе Дягилева. Соответствующее решение было принято на заседании Городской думы еще 19 февраля этого года. Однако получение долгожданного участка обернулось для семей новыми проблемами. Когда выделяли участки многодетным семьям под строительство, нам предложили в Дягилево, потому что по количеству детей мы попадали уже только в группу семей в Дягилево. Сначала мы выбрали, нам объяснили на пальце, куда ехать. Мы приехали, подумали, это одно место сначала. Потом приехали, говорят, ну выбирайте на плане. Показали нам план, ну мы примерно подумали, что раз примерно там, где мы были, без сопровождающих, то значит, в общем-то, это то место. Выбрали по соседству два участка. По факту оказалась это помойка. Из-за свалки, которая растет в геометрической прогрессии, не видно даже колышков, обозначающих местоположение участка. Невооруженным глазом видно, что эта территория никогда не приводилась в порядок. Стоит отметить, что в документах этот сектор значится как мусорная свалка. Местные жители несколько лет подряд оставляют там бытовые отходы, так как в поселке практически отсутствуют контейнеры для мусора. Без спецодежды, без спецобуви пройти по участку невозможно, потому что вы или ухнете в глубокий ров, или наткнетесь непонятно на что, стекло, мусор, проволока, ну и прочее, прочее, прочее. Вот. И, в общем-то, собственно говоря, обижаться с Ненковым вокруг никаких приспособлений для мусора проживающих соседей не видно. То, что должен обеспечивать город в любом районе. Кроме свалки, существует ряд других проблем. Дорога к участкам практически отсутствует, а один из них вовсе расположен непосредственно на дороге. Инфраструктура в поселке находится не в лучшем состоянии, а по соседству из ниоткуда выросли цыганские дома. Уже на двух участках для многодетных, которые, как мы знаем, сейчас только распределяются. И на вопрос администрации города, что же с этой проблемой делать, приходят лишь отписки. Пишите отказ, если такие соседи не нравятся. И пока вопросы лишь повисают в воздухе, оставаясь безответными, многодетные семьи вынуждены скитаться из одной съемной квартиры в другую или жить у родственников и ждать свой законный кусок земли.